Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Рэй Брэдбери. Электростанция. Для вас читает Мещеряков Артём. Лошади медленно брели к привалу. Седоки, муж и жена, смотрели вниз на сухую песчаную долину. У женщины был растерянный вид. Вот уже несколько часов она молчала, просто не могла говорить. Ей было душно, а под мрачным грозовым небом Аризоны суровые обветренные скалы угнетали её. На её дрожащие руки упало несколько холодных дождевых капель. Она бросила усталый взгляд на мужа. Он был весь в пыли, впрочем, держался в седле легко и уверенно. Закрыв глаза, она думала, как безмятежно прошли все эти годы. Достала зеркальце и посмотрелась в него. Она хотела увидеть себя весёлой, но никак не могла заставить себя улыбнуться. Сейчас это было совсем не к месту. Давили тяжёлые свинцовые облака, удручала телеграмма, принесённая сегодня утром конным посыльным. Изматывала бесконечная дорога до города. Она продрогла, а дороги всё не было видно конца. «Я никогда не была верующей», – произнесла она тихо, не поднимая век. «Что?» – оглянулся на неё Берти. «Нет, ничего», – прошептала она, покачав головой. Все эти годы она прожила беззаботно, ни разу не испытав потребности пойти в церковь. Она слышала, как почтенные люди говорят о боге, о полированных церковных скамьях, о каллах в больших бронзовых вёдрах и о колоколах, таких громких, что звонарь раскачивается в них вместе с языком. Все эти высокопарные, страстные и проникновенные речи были ей одинаково безразличны. Она даже представить себя не могла на церковной скамье. «Да мне просто ни к чему было ходить в церковь», – пробормотала она, словно оправдываясь. Она никогда не придавала этому значения, жила своими заботами, ходила по своим делам. От работы её маленькие ручки стали гладкими, как галька. Труд отполировал её ногти лаком, какого не купишь ни в одном магазине. Воспитание детей сделало её руки ласквыми и сдержанно строгими, а любовь к мужу – нежными. Теперь же нависшая тень смерти заставила их дрожать. «Сюда!» – позвал Берти. Их лошади спустились по пыльной тропе туда, где в стороне от пересохшего ручья стояло старинное кирпичное здание. В окна были вставлены зелёные стёкла, крыши из красной черепицы. Внутри синели машины, а множество проводов тянулось далеко в пустыню. Она посмотрела на уходящие из-за горизонт мачты высоковольтных передач и всё ещё, занятая своими мыслями, оглянулась на необычные зелёные окна и огненно-красные стены. Она не помнила ни одного стиха из священного писания и никогда не оставляла в своей Библии закладки. Правда, жила она в жаркой пустыне среди раскалённого солнцем гранита. Пот лил с неё ручьями, но тут ей ничего не угрожало. Беды, из-за которых люди не спят по ночам, в памяти которых остаются морщины на лице, были ей неведомы. Несчастья проходили стороной, не задевая её. Смерть была ураганом, гул которого доносился откуда-то издалека. Двадцать лет унеслись в прошлое, как перекати поле, с тех пор, как она поселилась на западе. Надела обручальное кольцо одинокого охотника, и пустыня заполнила их жизнь. Ни один из четырёх её детей ни разу не был опасно болен или при смерти. Никогда ей не приходилось становиться на колени, разве только чтобы отдраить и без того хорошо выскобленный пол. Теперь всему этому пришёл конец. Они ехали в далёкий городок, потому что утром принесли клочок жёлтой бумаги, в котором сухо, но ясно говорилось о том, что её мать умирает. И сколько она не думала об этом, как ни пыталась представить себе, всё это никак не укладывалось у неё в голове. Она лишилась привычной опоры и оказалась в беспомощном положении. Её мысли лихорадочно метались, как стрелки компасов в магнитную бурю. Все привычные представления о том, где север и где юг, где верх и где низ, вдруг пошатнулись, рухнули, и всё беспорядочно закружилось и завертелось. Рука Берти лежала у неё на плече, но даже от этого она не чувствовала себя уверенней. Словно настал конец красивой сказки и началась страшная. Умирала её мама. Это было невыносимо. «Давай остановимся». Не в силах справиться со своим страхом, она очень нервничала и говорила с раздражением. Берти оставался невозмутимым. Его не ввела в заблуждение раздражительность жены. Он-то знал, что это не в её характере. У неё была ясная голова. Дождь всё накрапывал. Он повернулся к ней и нежно взял за руку. «Конечно, нужно остановиться». Берти покосился на небо. «Тучи с востока. Надо переждать, будет ливень. Не хватало ещё вымокнуть». Она разозлилась на себя из-за собственной несдержанности. Как-то против её желания одно потянуло за собой другое. Она была не в состоянии говорить и расплакалась на взрыд, сотрясаясь всем телом. Её лошадь сама остановилась у кирпичной стены и мягко переступалась с ноги на ногу. Поникшая, с застывшим взглядом, она скользнула из седла на руки Берти и обняла его. «Похоже, никого нет», — сказал он, опуская её на землю. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — позвал он и увидел табличку на дверях. «Стой! Опасно для жизни! Комитет по электроэнергии». В воздухе висело густое жужжание. Провода пели на одной ноте непрестанно, то слегка повышая, то чуть снижая тон, как хозяйка, которая гудит себе что-то под нос и готовит на плите в мягком сумраке кухни. В здании никого не было видно. Всё вокруг дрожало от вибрации. Так, кажется, должен гудеть горячий воздух, когда он плывёт и струится над раскалённым полотном железной дороги в жаркий солнечный день. А слышно только, как звенящая напряжённая тишина давит на барабанные перепонки. Дрожь от вибрации пробегала через пятки по её изящным ногам и, разливаясь по всему телу, подобралась к сердцу, коснулась его, и она заволновалась, словно в очередной раз увидела Берти сидящим на верхней балке загона. Дрожь проникла в мозг, пленила каждую его клеточку, и ей вдруг захотелось запеть. Так с ней бывало, когда она читала хорошие книги или слышала красивые песни. Всё вокруг было насыщенное гуденьем. Оно пронизывало раскалённый воздух, пустыню и даже кактусы в ней. Гуденьем было охвачено всё. «Что это?» – спросила она, растерянно глядя на здание. «Не знаю. Похоже на электростанцию», – отозвался Берти и толкнул дверь. «Хм, открыто», – удивился он. «Вот только жаль, нет никого». Дверь широко распахнулась, и в виски им ударил сильный, как порыв ветра, гул. Они вступили под своды таинственного поющего зала. Она шла под руку с Берти, крепко прижавшись к нему. Тут было сумрачно, как в подземном царстве. Всё вычищено, отшлифовано до блеска, словно какие-то невидимки упорно, день и ночь, без устали, без конца тёрли, тёрли и тёрли пол, стены и машины. Им показалось, будто они шагают сквозь строй молчаливо стоящих людей. Но люди превратились в круглые, похожие на снаряды машины, поставленные в два ряда и гудящие во всю мочь. Из чёрных, серых, зелёных машин тянулись золотистые кабели и белые провода, поблескивали серебристые коробки с малиновыми контактами и белыми надписями. В полу было углубление, и там бешено крутилось, неразличимый для глаз скоростью полоскалось что-то невидимое. Центрифуга вертелась очень быстро, казалось, она застыла на месте. С тёмного потолка гигантскими змеями свисали медные провода, переплетения труб поднимались от цементного пола по огненно-красным кирпичным стенам. Пахло озоном, как после грозы. Время от времени раздавался треск, что-то шуршало, щёлкало, шипело. Там, где провода подходили к фарфоровым и стеклянным изоляторам, иногда проскакивали искры. А за стенами, в мире реальном, начался дождь. Ей не хотелось тут оставаться, всё здесь было ей чуждо. Люди оказались серыми машинами, а музыка звучала, как орган, гудевший то на высокой, то на низкой ноте. Но по окнам уже растекались дождевые струи. «Похоже, это надолго. Придётся тут заночевать. Да и поздно уже», — сказал Берти. «Пойду занесу вещи». Она молчала. Её тянуло дальше. Куда, к чему, она не знала. Наверное, в город. Там бы она купила билеты и, крепко зажав их в руке, побежала бы к поезду, и поезд помчался бы с грохотом, а потом, проехав сотни миль, она бы сошла с него и пересела на лошадь или машину, и снова в путь. И, наконец, увидела бы свою маму, живую или мёртвую, только бы хватило времени и сил. Где бы ни проходила её дорога, она будет довольствоваться лишь воздухом, чтобы дышать, пищей и водой, чтобы смочить пересохшие губы, да твёрдой землёй под ногами, чтобы ходить. Но уж лучше вообще не испытывать всего этого. «Ну зачем ехать к маме? К чему слова, волнение?» Спрашивала она себя. «И кому от этого легче?» Пол под ногами блестел, как замёрзшая речка. Шаги отдавались сухим, гулким эхом, ясно и чётко. Каждое произнесённое слово летело обратно, будто из каменной пещеры. Она слышала, как Берти за её спиной складывает на пол вещи. Он расстелил пару серых одеял и достал несколько банок консервов. Была ночь. Потоки дождя всё текли и текли по высоким зелёным окнам. Струи воды свивались в тончайшие узоры. Удары грома рвали дождевую завесу, молнии врезались в каменистую землю и переламывались. Она положила голову на подвёрнутое одеяло, но как ни старалась устроиться поудобнее, гудение огромной электростанции не давало покоя. Она повернулась на другой бок, закрыла глаза, постаралась уснуть, но в голове по-прежнему гудела от вибраций. Тогда она встала, расправила одеяло и снова легла. Гудение, однако, не отступало. Какое-то чувство подсказывало ей, что и Берти не спит. Интуиция никогда не подводила её. В том, как он дышал, была едва уловимая разница. Он дышал беззвучно, совсем не слышно. Но она знала, что он сейчас задумчиво смотрит на неё в темноте. Она обернулась. — Берти. — Что? — Я тоже не сплю. — Знаю. Она лежала вытянувшись, неподвижно, и была вся напряжена, а он расслабился и чуть поджал ноги. Она смотрела на него и дивилась его спокойствию. — Берти, — сказала она и, помолчав, продолжала. — Как тебе здесь? Он ответил не сразу. — О чём это ты? Как ты можешь тут отдыхать? — Сказала и запнулась. — Нехорошо вышло. Получалось, что она его упрекает, а ей вовсе этого не хотелось. Она знала его как человека, который видит скрытое от глаз других, которого ничто не оставляет равнодушным. Но эти качества не мешали ему оставаться добрым и простым. Его мучили те же мысли, что и её, и он переживал за её маму, но внешне выглядел хладнокровным и безразличным. Все его мысли и переживания были скрыты от глаз, запрятаны глубоко в душе, где жила его вера, его внутренняя сила. Она-то и не позволяла ему быть в разладе с самим собой. Он умел встретить любую неприятность. Уверенность и стойкость делала Берти неуязвимым. Он был защищёнными, как лабиринтом или сетью, в которой запутывались и терялись все надвигающиеся напасти. И никакие беды, кажется, не могли причинить ему боли. Глядя на его спокойствие, она иногда, сама, того не желая, выходила из себя, но тут же подавляла в себе бессмысленную злость, понимая, что злиться на него — это всё равно, что обижаться на природу за то, что она в каждый персик вложила по косточке. «Почему я так и не научилась этому?» — сказала она наконец. «Чему? Ты научил меня всему. Ты заставил меня по-своему смотреть на мир. Я знаю только то, чему ты меня научил». Она остановилась. Трудно это было выразить словами. Их жизнь текла спокойно, как кровь в жилах. «И вот только верить ты меня не научил», — сказала она. «Я никогда об этом от тебя не слышала». «Этому не учиться», — ответил он. «Просто однажды ты расслабишься, тебе станет легко». «Вот и всё». «Расслабишься», — думала она. «Почувствую облегчение, но только телесное. А как избавиться от того, что в мыслях?» Её пальцы вдруг сами с собой сжались. Взгляд блуждал по залу огромной электростанции. Над головой возвышались мрачные силуэты машин, вспыхивали искры. Вибрация пронизывала всё тело. От усталости её клонило ко сну, глаза слепались. Её тело наполнилось гудением, словно затрепетали крылышки тысячи крошечных калибри. Она проводила взглядом теряющиеся во мраке под потолком трубы, посмотрела на машины, услышала войцентрифуг. И тут её дремота исчезла, и ею овладело беспокойство. Стены, пол, потолок. Всё запрыгало и заплясало перед глазами. Гудение нарастало и нарастало, и к ней пришла вдруг удивительная лёгкость. Она увидела в зелёных окнах очертания высоковольтной линии, убегающей в сырую мглу. Её тело дрожало и гудело. Ей показало, что её вдруг рвануло и оторвало от земли. Бешено крутящаяся динамо подхватила её и завертела. Она стала невидимой и током потекла по медным проводам. В какой-то миг она стала вездесущей. Она пронеслась по проводам, оставляя позади громадные мачты высоковольтных передач, прожужжала в проводах над бесчисленными опорами, увенчанными изоляторами из зелёного стекла, похожими на хрустальных птиц, держащих в клюве высоковольтную линию. Провода несли её через города, городки и посёлки, фермы и ранчо, гасьенды, разветвляясь в четыре стороны, потом ещё в восемь. Она скользила по паутине проводов, наброшенной на пустыню. И мир стал вдруг чем-то большим, чем просто дома, горы, дороги и пасущиеся кони, покойник под каменной плитой, колючка кактуса или город, искрящийся в ночи своими огнями. Мир уже не был раздроблен, а расколот на части. Охваченный сетей гудящих проводов, он стал вдруг единым целым. С потоком света она влилась в каждый дом, в каждую комнату и туда, где жизнь только пробудилась от шлепка по попке новорождённого, и туда, где жизнь в человеке уже едва теплилась, как свет в лампочке, горела неровно, тлела и погасла совсем. Поток электричества увлекал её за собой, на сотни миль вокруг в окнах загорелся свет, и всё стало доступно её зрению и слуху. Одиночество ушло. Теперь она стала такой же, как все, одной из многих тысяч людей, о чём-то размышляющих, в чём-то убеждённых. Она трепетала, как сухая безжизненная тростинка. От высокого напряжения её мысли метались и запутывались в переплетении проводов. Во всём царило равновесие. В одном месте она видела, как жизнь увядает, а рядом, всего в какой-нибудь миле, люди поднимали бокалы за новорождённого, передавали сигары, улыбались, хохотали, сжали друг другу руки. Она видела бледные, вытянутые лица умирающих в белых постелях, слышала, как они начинают постигать и принимать смерть, смотрела на их движения, угадывала чувства и понимала, как они одиноки и замкнуты, понимала, что им уже никогда, ни за что, не увидеть мир в равновесии, каким его видит она. Она проглотила слюну, коснулась пальцами шеи, шея горела, веки дрожали. Она не была одинока. Динамо-машина раскрутила её, а центробежная сила пустила по проводам, как из прощи, к миллионам стеклянных колбочек, привинченных под потолками. Нужно только потянуть за шнурок, или повернуть рубильник, или нажать на выключатель, и они вспыхнут. Зажечь свет можно везде, его надо только включить. Пока света не было, в домах было темно. Но вот она сразу очутилась во всех домах, вошла в каждую комнату. И она уже не одинока, и ей досталась частица большого общего горя и страха. Но вокруг не только одни страдания. Можно посмотреть на всё и с другой стороны. Жизнь начинается с рождения. Это нежный, хрупкий младенец. Это тело, согретое обедом, свежие краски и звуки, запахи полевых цветов. И как только свет где-то гаснет, жизнь зажигает его снова, и в домах опять светло. Она очутилась сразу у Кларков и Греев, Шоу и Мартинсов, у Хэнфордов и Фентонов, у Дрейков, Губельсов и Смитов. Она была одна, но не знала одиночества. В голове у человека есть разные отверстия. Пожалуй, это звучит странно, даже несколько глупо, но всё же это отверстие. Сквозь одни мы смотрим на мир и на людей в нём, таких же беспокойных, разных и непростых, как и мы сами. Другие отверстия помогают нам слышать. И есть ещё одно, чтобы поведать о своём горе, когда оно нас тяготит. Запахи пшеницы, льда, костров проникают через другие отверстия, и мы узнаём через них времена года. «Лето, зиму или осень». Всё это дано человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зажмурьтесь, вы окажетесь в одиночестве. Чтобы верить во что-то, нужно просто открыть глаза. Электрической сетью опутался весь мир, знакомый ей уже столько лет. Она вжилась в каждый провод этой сети. В ней светилась и дрожала каждая клеточка. Её ласкало бесконечное, лёгкое полотно, которое милю за милей укутало землю мягким, гудящим покрывалом. В электростанции пели работающие турбины. Искры, яркие как свечки, вспыхивали и соскакивали вниз по согнутым локтям труб и кабелей. Ряды машин казались хором святых, их нимбы переревались то красным, то жёлтым, то зелёным. Их мощные гимны возносились под самую крышу, и в зале всё дрожало от эхо. Снаружи порывы ветра с воем разбивались о стены. Дождь заливал окна. Некоторое время она лежала, положив голову на свёрнутое одеяло, а потом вдруг расплакалась. Какие мысли заставили её плакать? Были это слёзы радостного облегчения или смирения, она не знала. Торжественные звуки взлетали всё выше и выше. Казалось, целый мир хлынул в её душу. Она протянула руку и дотронулась до Берти. Он всё ещё не спал и смотрел в потолок. Наверное, его мысли тоже витали сейчас где-то в переплетении проводов, и в его душе отзывалось всё, что не есть на свете. Он чувствовал себя частицей целого, и это придавало ему силы и уверенности, но её это новое ощущение единства со всем миром ошеломило. Гудение всё нарастало, руки мужа обняли её, она уткнулась в его плечо и снова разрыдалась. Горько и неудержимо. Утром небо над пустыней было яркое, чистое. Они неторопливо вышли из электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь. Над нею сияло голубое небо. Она не сразу почувствовала, что держится в седле прямо, не сутулись. Взглянула на свои руки. Они не дрожат. А раньше были как чужие. Видны были горы вдалеке. Краски не блекли и не расплывались перед глазами. Всё было неразрывно связано. Камни с песком, песок с цветком, а цветок с небом. И так бесконечно. «Но, пошли!» раздался в душистом прохладном воздухе голос Берти. А лошади ускорили шаг, оставляя позади кирпичное здание. Она держалась в седле легко и изящно. В ней пробудилось чувство безмятежной лёгкости, и она не смогла бы теперь прожить без этого. Это было так же немыслимо, как персик без косточки. «Берти!» позвала она. Он чуть придержал лошадь. «Что?» «Мы могли бы...» начала она. «Что бы мы могли...» переспросил он, нерасслышав. «Мы могли бы приехать сюда ещё раз?» спросила она, показывая на электростанцию. «Ну, как-нибудь в воскресенье». Он задумчиво посмотрел на неё и кивнул. «А что ж...» «Приедем?» «Конечно, приедем!» Когда они въехали в город, она гудела себе под нос какую-то странную мелодию. Он оглянулся и прислушался. Так, наверное, гудит горячий воздух, когда плывёт и струится над раскалённым полотном железной дороги в жаркий летний день. Гудит в одном ключе, на одной ноте. Гудение то чуть повышается, то понижается. Но звук непрерывный, нежный и приятный на слух. А для вас читал Мещеряков Артём. Спасибо, что были со мной. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Это поможет развитию канала. А ещё в описании под видео я оставил ссылку на свой блог в Телеграме. Переходите, подписывайтесь. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!